Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 217. «Если человек согрешил и при том не раз, то может ли Бог его простить, если он снова кается?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Грех обладает тело притяжения, и Бог попускает иногда человеку пасть, чтобы вызвать в нем искреннее покаяние и приближение к себе, как это было в житии Феодоры Цареградской. Так что же получается, можно грешить сколько хочешь, лишь бы сходить на исповедь?» Многие из церковнослужителей стали на этом «греть руки» и появилось учение об индульгенциях. «Конечно, речь идет не об этом. Когда человек не желает и отвращается, но по слабости человеческой природы спотыкается и падает, и чтобы он не отчаялся, таковым Аан Златоуст говорит, сколько раз ты пал, столько раз и вставай. В житии святого Пахомия Великого говорится об одном юноше Паламоне, который впадал в плотский грех, и притом неоднократно. И святой Пахомий подписал указ об его изгнании, чтобы он не позорил более монастырь. Именно в эту ночь, потрясенной этим решением Авы, молодой человек осознал, что же будет с ним, если он окажется за стенами святой обители. Но основатель монастыря был непреклонен. Падший нашел за себя ходатаев, и Пахомий сдался, и после об этом не пожалел. Юноша стал неузнаваем. В этом же монастыре сильный монах Афродисий, разгневавшись на непокоривость лошака, стукнул его кулаком, и тот и сдох. Тридцать лет он спал только на куче хвороста и плакал напролет все ночи, мешая братьям спать. Рассказывает, что один нерадивый монах неоднократно повторял тот же самый грех, и каждый раз горько плакал, и строго постился, пряся у Бога милости, и повторял, как всегда. Цитата. Господи, потерпи, это только в последний раз. Кавычки закрыты. И вдруг совершилось чудо. Бог сам заговорил и сказал, кавычки открыты, ты опять лжешь, ты говоришь о вчерашнем, а этот ныне же будет со мной в раю. Кавычки закрыты. Сатана взглянул на колено преклоненного грешника, но тот уже отошел во время молитвы с полным раскаянием и получил совершенное прощение.